Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня я Юрий Шулипо, юрист, политический аналитик, научный исследователь. Игорь Борисович Чубайс, доктор философских наук, главный россиевед, специалист по истории, философии и политике России. Я не главный, я просто россиевед. Но, скажем так, лучше, чем вы, именно как раз по россиевед, и политолог Питерский Евгений Бесслужев. Мы сегодня будем рассуждать о сценариях Российской Федерации, о том, что будет с Россией или с той территорией, которая от нее останется после правления путинского режима. Ну, естественно, по старшинству, я считаю, и квалификации, и, конечно же, Игорь Борисович Чубайсов. Что будет с Россией, какой Россией будет завтра? Дело в том, что тот режим, та система власти, которая сейчас существует, она, на мой взгляд, совершенно искусственна. Поэтому делать прогноз лучше, чем на две недели, как говорят многие эксперты, по России нельзя. Здесь все может измениться в один момент, а может тянуться годами, и ничего не будет меняться. Как когда-то Айтматов написал выдающийся роман, который называется «И дольше века длится один и тот же день». Ничего не меняется. Тем не менее, когда изменения произойдут, они могут быть в разных вариантах, могут быть в разных сценариях. С моей точки зрения, Россия, ну, первый тезис в кратком понимании России, к сожалению, не все понимают, а совсем наши исследователи, ученые официально не пишут, что в нашей истории произошел страшный разрыв. Вот мы понимаем, что ФРГ и Третий Рейх государства разные, а то, что советско-постсоветская Россия и историческая Россия государства совершенно разные, это осознается очень плохо. Хотя еще Солженицын писал, что Советский Союз относится с исторической Россией, как убийца с убитым. То есть у нас произошел разрыв, и та система, которая сегодня существует, это продолжение, это новый извод, то есть система, которая существовала 70 лет. Система эта искусственная, система эта контрпродуктивная, система эта порождает огромное количество проблем. Поэтому, когда эта ситуация дойдет до стадии, так сказать, демонтажа, когда начнется переход в новое, нормальное, здоровое состояние, то что значит, какой должна быть Россия? Нужно сделать несколько шагов. Первый шаг. Мы нуждаемся в юридической оценке, в правовой оценке того, чем был Советский Союз. То есть нам нужен русский Нюрнберг. Второе, что нам нужно, дав оценку и поняв, что продолжать советский путь нельзя, а если мы такую оценку не дадим, то тень Сталина и Ленина будет хватать нас до тех пор, пока оценку такую не дадим. Второе, что нам нужно, нам нужно дойти, вернуться, как бы вернуться в точку, в которой начался кризис. А кризис наш начался с разгона учредительного собрания. Учредительное собрание, которое было разогнано 18 марта 2018 года в Таврическом дворце, оно заседало всего один день. Собрание, которое было избрано свободными, прямыми, равными и тайными выборами. Вот нам нужны новые выборы в российское учредительное собрание. То есть нужно преемство и связь с той Россией, от которой нас оторвали. Ну и третье, что необходимо, конечно, мы не просто должны вернуться в начало 20 века, да это невозможно. Нам нужно, конечно же, учесть тот опыт, который у нас есть, и учесть тот позитивный опыт, который существует в Европе. Вот если мы все это сделаем, то у нас получится база, у нас получится фундамент, на котором можно продолжать выстраиваться Россию, выходить из нашего очень тяжелого положения. Кризис, в котором мы находимся, он беспрецедентен. Ни одна сторона, пожалуй, мира не находилась сто лет в таком искусственном и нормальном состоянии. Ну, моя точка зрения на сценарий России такова. Сначала нужно вкратце определить современное состояние в России. Каков в России настоящий политический режим с точки зрения объективной реальности. Так вот, с точки зрения объективной реальности, режим Владимира Путина является внутренним оккупационным режимом. Потому что все власти узурпированы. Кстати, я могу это очень просто объяснить на примере аннексии Крыма и войны с Украиной. В любом государстве, живом, имеется в виду цивилизованном, где работают институты власти. И они реально разделены и независимы. В случае, если президент страны незаконно, без решения Совета Безопасности ООО вводит войска на территории другого государства. Или, например, делает так, что какие-то иные парамилитарные и регулярные вооруженные формирования или БАД формирования попадают на территорию суверенного государства. И осуществляют захват его территорий, инициируют процедуру импичмента такому президенту. Потому что, в первую очередь, это уголовная ответственность по внутреннему законодательству страны. И, в конце концов, через Генеральную прокуратуру, Верховные суды, Конституционные и так далее отправляют такого президента в отставку, а потом на длительный срок тюрьмы. Но поскольку в России формально преступная аннексия Крыма, оккупация, я напомню, что аннексия Крыма, юридически это преступление намного тяжелее, чем терроризм, было одобрено, узаконено депутатами, а потом сенаторами двухполаганного парламента Российской Федерации, судьями Конституционного суда, подписано президентом. И никакого сопротивления это не оказало. У него только один депутат, известный, он проголосовал против аннексии. Но ничего, значит, это кучу о том, что страна оккупирована внутри, оккупирована врагом, оккупирована вражескими силами, которые действуют антиконституционно и антизаконно внутри данного государства. Поэтому единственный выход, который может спасти Россию и уберечь или Россию, или ту территорию, которая останется от России, это обвинительный приговор ГАГского международного уголовного суда Владимира Путина и всей вот этой его преступной комарии. Да, это многое зависит от нас. Путинская власть на самом деле она слаба. Ведь смотрите, да, все говорят, что путинские шпионы во всех цивилизованных странах, пропаганда, подкупы, шантаж, путинские агенты в Украине, в других странах. Я и с этим согласен, безусловно. Но путинский режим, еще повторю, тратит колоссальнейшие средства на внешнюю агрессию. Но внутри и по сути в удержании себя он слаб. И мы в состоянии все сделать то, чтобы Путин был осужден за свои преступления. Но после того, когда Путин будет осужден за свои преступления, а я считаю, что раньше мы не можем это делать именно применительно к Российской Федерации, также должны быть осуждены уже с учетом исторической трансмиссии и вступления в законную силу Гагского международного, приговора Гагского международного суда обвинительного в отношении Путина. Осудить нужно КПСС, иллюстрировать всех чекистов. Потом также нужно дать справедливую историческую оценку и юридическую, в том числе, преступному большевистскому перевороту, который состоялся в 1917 году. Но и самое главное, я считаю, что мы войти должны в память, как сказал Александр Исаевич Солженицын. Вот, вступить в память, спасибо. Мы должны вступить в память по Солженицыну. Что значит вступить в память? С моей точки зрения, необходимо гражданам России, которые сейчас живут на территории Российской Федерации, рассказать и объяснить, с учетом фильмов, средств массовой информации, когда уже после Путина они будут независимы, да? Именно всю историческую правду о том, кто такая, о преступлениях Путина обязательно, о преступлениях большевиков. И даже, я более того хочу сказать, о преступлениях царского режима, о том, каким образом создавалась вот эта преступная, нелегитимная Российская империя. О том, что собирание земель русских это было реверство, в чистом виде. И нужно в конце концов, после того, когда народы России увидят правду и осознают именно историческую правду, что же было с историями их государств, которых окупировала Российская империя, дать им право на самоопределение, чтобы они поняли, на самом деле, кто они есть по национальности, и сами решили свои вопросы. Сейчас пока еще трудно предположить, кем, ну, останется ли современная Россия после Путина, в тех административно-телекционерных комитетах, которые она есть. Я очень в этом не уверен. Более того, у меня есть высокие предположения, что после демонтажа путинского режима, в каком бы виде этот демонтаж не произошел, Российская Федерация вообще как государство может распасться, потому что очень великая вероятность, с учетом той внешне агрессивной политики, которую сейчас проводит Россия. И вот после этого нужно, чтобы народы сами определились. И желательно, например, чтобы та территория, которую сейчас представляет Российская Федерация, она бы вошла, ну, скажем так, оформилась бы в те территории, которые были 500 лет назад, до периода Великого Княжества Московского. Чтобы осталось Москве, Татарстан, Башкортостан и прочее государство определили. Но я имею в виду с точки зрения тех народов, на тот период времени, когда они узнают историческую правду, чтобы люди вошли в память и поняли, что империя – это зло, империя – это преступление, империя – это рейдерство, империя – это война всех против всех ради одного царя. И вот тогда уже, когда люди войдут в память, проведут референдумы о своем национальном самоопределении, их государства или республики, которые потом возникнут на территории Российской Федерации, будут признаны. Та территория, которая сейчас находится, то есть территория Российской Федерации, и новые государственные образования, которые там возникнут, они войдут в легитимное правовое поле, и тогда уже можно говорить о всем угодно. О честных выборах, судопроизводстве, референдумах и так далее. Евгений, пожалуйста, Бестушев. Да, Евгений Бестушев, политолог, Санкт-Петербург, сопредседатель движения «Солидарность». Я во всем согласен с тем, что сказал Игорь Борисович. Действительно. Это правильно. Да, да, я уверен, что вы не будете это отрицать. Нам нужно вернуться в ту точку, с которой началось столетнее безвремение, столетний вот этот беспредел, в который погрязло наше государство, наша страна. Безусловно, это в точку разгона учредительного собрания, когда становление российской государственности, нормальной, демократической, правовой, когда мы получили шанс стать свободной европейской страной, он фактически не был реализован. Произошло то, что тогда произошло? Произошло то, что называется, согласно теории модернизации, срывом политической модернизации. То есть, когда гражданское общество не готово принять те ценности, те демократические институты, получается то, что называется срывом. То есть, институты эти не работают, и в конце концов, кто-то перехватывает власть, который очень далек от тех принципов, тех ценностей, тех, как бы, стремлений лучших передовых людей своего времени. Ну и получилось то, что получилось. Но единственное, что необходимо учитывать, причины этого были заложены гораздо глубже, еще раньше в российской истории. Дело в том, что... Вот не случайно мы собрались в Вильнюсе. Это знаковое событие. И сейчас мы здесь находимся. Литва, Великое княжество Литовское, позже Речь Посполитая, это была фактически Западная Русь. Никогда она русским человеком не воспринималась, как иное государство. Это иной вектор развития русской нации. Иной. Иной по сравнению с Московией. Которое стало вот это становление московского государства, это преемник Золотой Орды, это ордынство. Вот ордынская парадигма и парадигма европейская в одном народе, говорящем на одном языке, исповедующем одну веру, заложила глубочайшее различие между вот европейски ориентированными русскими и русскими холопами, портами, ордынцами. Сейчас мы видим это различие между русскими и украинцами. Вот оно проявляется сейчас, сегодня. Почему это произошло? Потому что московским князьям, потом царям было гораздо выгоднее принять эту ордынскую модель и стать безраздельными собственниками земли, всем богатством, чем обладает страна, господствовать надо людьми, считая их холопом, независимо от их состояния, независимо от их положения. Ведь у нас что получилось? У нас фактически в России не было, в Руси вот этой московской не было нобилитета, дворянства. Иван Грозный упразднил фактически любые, скажем, сословия, любое человеческое достоинство втаптывалось в грязь. Самые знатные люди должны именовать себя царскими холопами. Любой князь, он ничем не отличался от крепостного. Царь мог своим указом любого лишить жизни собственности всего. Ничего не стоило. Ни человеческая жизнь, ни права собственности, ни сословные права. В Литве в Речи Посполитой складывалась совершенно иная ситуация. Здесь король был первым среди равных. Здесь существовала шлихетская вольность. Дворянство и шлихи, русское дворянство и польское шлихетство это совершенно разные вещи. Дворянство это дворня, это служилые люди, а там это аристократия, нобилитет. Вот. Хорошо, Евгений. Вот я как бы прошу прощения, я углубился в вот этот исторический экскурс, чтобы понять все-таки истоки того, той государственности, в которой мы живем. Дело в том, что опричнино, это правоприемник ордынства, опричнино, когда все, когда служилые сословия, люди государевы, вот эти псы государевы, как их называли, они могли творить любой произвол, своим все, остальным закон. Это очень похоже на принцип Муссолини, своим все, остальным закон. Путинский режим, своим все, остальным произвол. И вот мы видим, вот эти люди государевы, они в чекизме. Вот эти чекисты, вот эта мразь, это отребье, вот они прямые продолжатели вот этой опрични, московской, вот этого московитства, ненавистного. Москва издревле кровопийная, которая душила Русь всегда, не давала ей никакого развития, никакого шанса на цивилизацию. Имперский период, да, он был, Петр там провел реформы, провел вестернизацию, но это была внешняя вестернизация. Он брал технологическую составляющую западной цивилизации, брал что-то внешнее, какую-то внешнюю атрибутику, но в сути он не перенимал. Он облазил все верфи, находясь в Англии, но ни разу не посетил британский парламент, это было ему неинтересно. То есть политическую модель, организацию государственности он не перенимал. Абсолютно. Евгений, скажите, на ваш взгляд, сценарий развития ситуации в России после Путина. Какое вы видите? Что это будет Российской Федерацией в тех административных территориях, которые есть? Отвечем, и единственное, что вернусь еще потом в этот небольшой исторический экзон к временам Николая Второго. в предреволюционном. Значит, по поводу сохранения целостности российской государственности. Ну вот, вы имеете дачу в садоводстве или в товариществе собственников жилья, вот у вас там домик, участок, объединен в какое-то там либо ТОС, либо садоводство. Ну, что вас, собственно говоря, у вас размеры этого садоводства интересует? Ну, что вас интересует? Вас интересует качество дорог, электричество, может быть, вода. Вас интересует, сколько за всего это добро платить. В общем, ну, качество предоставляемого. А размер своего участка, а размер садоводства, оно до того леса или до следующего, ну, я не знаю. Вот точно так же и размер государства, наверное. Наверное, так. Меня интересует, какое это государство будет предоставлять качество услуг. Какое там будет социалка, какое там будет здравоохранение. Меня интересует больница, в которой я буду лечиться. Они принадлежат ли Курилы этому государству и принадлежит ли там ему Крым. Принадлежит ли еще что-то. Вообще, меня не интересует, что ему принадлежит предделами моего города. Мне нужна хорошая больница, мне нужна хорошая пенсия, мне нужны хорошие дороги, мне нужны низкие налоги. Хорошо. Можно один жесткий вопрос, который мы будем закругляться. Да, да, Илья Васильевна. Но я такой очень жесткий аналог предлагаю. Вот представьте, кто-то обсуждает, вот давайте твою маму там разрежем на части, да? Это невозможно обсуждать. А кто мама? Сейчас. Такие дискуссии невозможны. Но Родина во всех языках это мать. Родина – мать. Поэтому рассуждать, власть может быть неправильной, народной, чужой, коррумпированной. Родина – это мать. Вы заблуждаетесь. Моя земля, моя история, мой народ, моя культура. Я не могу без этого. Нет, нет. Так можно обсуждать вопрос о том, как мы будем рвать Родину. Это не Родина. Это не Родина. Для Вас? Родина – это вот где я живу, это моя земля. Малая Родина. Малая? И она, и только малая Родина является матерью. Камчатка – это мне не Родина, и это не мать. Кавказ – мне не мать, и не отец. Родина – это где мой домик, и где моя мама, моя мама, а не мама моего, соседа. Язык? Язык не значит ничего. На английском языке говорят австралийцы, на английском языке говорят зимбабвийцы, на английском языке говорят американцы. Одна и та же оконсаксонская культура, так же и с русской культурой. Может быть, тысяча государств носителям русского языка и русской культуры. Игорь Борисович, вот как раз то, что вы говорите в Родина-мать, я лично считаю, что это несколько нерелевантное сравнение. Нерелевантное. И в чем видится такая нерелевантность? Вот, смотрите, ну, предположим, москвич родился в Москве, русский, коренной, все, у него там корни из Москвы. Вот такая, как бы, классическая ситуация. Но если он русский, скажем так, он православной веры христианской, но не может быть его родным и татарский язык, и ислам, и чеченский язык, и язык, скажем так, калмыков, и их, там, это самое, буддийская вера, или там, язык и венский, там, каких-то северных народов. А дальше это как раз таки и говорит о том, а как эти народы попали в состав бывшей Российской империи. Как вот так вот получается, что живут разноверцы, разные языки и абсолютно национальности. Одни говорят, мы татары, наша родина, Татарстан, наша, понимаете, татарин, если бы были в других регионах, он именно тот, который татарин любит свой народ, или башкир, или еще кто-то, он никогда не будет говорить, что вот вся Россия и русский язык это моя родина, и там православие это моя вера, естественно, потому что... Вы знаете, вполне можно представить себе татарина, которому плевать на то, что происходит вне его села или даже вне Татарской республики и так далее, и так далее. Я только одну простую вещь хочу сказать. Вот есть закрыть чти отца и чти мать. Это не значит, что каждый обязан, а если у него мать плохая, а если отец его не любил, обижал, он что должен любить, нет. Но все дело в том, что если ребенок у него, потом взрослый человек воспитывался в ситуации, когда он не мог любить свою мать и не мог любить своего отца, он может, это очень тяжелое испытание, он может через это пройти, преодолеть, встать на ноги, но ему будет в 20 раз тяжелее, чем тому, кто жил в нормальной семье, когда мама и папа были своими. Вот то же самое можно сказать о родине. Если у человека нет чувств по отношению к своей стране, к своей земле, к своему языку, то он выживет, он выживет, он даже может сделать карьеру, бизнес и так далее, но только если он полноценен, если он понимает, что такое твоя земля, что такое твоя история, сколько поколений било здесь для того, чтобы спасти эту страну, собрать эту страну, поднять эту страну, сколько негодяев гробит эту страну, от которых нужно очиститься, избавиться и продолжить свой путь, потому что у каждого народа есть своя земля. Вот если чувств патриотизма, не как гордость и заглазит, чудовищно, а патриотизм как переживание за свою землю, за ту историю, которая создала эту страну, вот если этого чувства нет, человек может прожить, может вообще даже никогда женщину не любить, просто переспать с ними и дальше никакого писателя ни музыку не любить, но только это очень бедный человек. Игорь Борисович, с точки зрения патриотизма я с вами абсолютно согласен, да, но возьмем, например, вот человек из Твери, родился, вырос, у него в Тудо-Истревской области портник, да он русский, он говорит на русском языке, он читает, что Россия и его родина, но такой же точно человек живет и в Татарстане, и в Чувашии, и тоже, например, считаешь, что я чуваш, у меня там наша национальная вера, наш национальный язык, наша национальная культура, но тогда возникает такая, скажем так, некоторые логические противоречия. А почему же тогда я чуваш, мой родной язык чувашский, и вдруг у нас русский язык почему-то доминирует, в Москве командует и так далее. То есть человек, именно, который хорошо соображает логику, то есть Ларзо-логическое мышление, он знает истории своего государства не сфальсифицированным, не то, которое фальсифицировали, подменяя пропагандистские фразы в лжепатриотизме, а именно настоящую историю, объективную, о том, что такое собирание земель русских, о том, как это все... И он поймет, слушайте, друзья, да, это хорошо, что вы, русские, живете в Твери, любите вашу родину, и православные, это супер, все, ребята, да, но мы же чуваши, у нас свой язык, а вот мы там татары, а у нас свой язык, а у нас своя вера, у нас свои силы государственности, слушайте, ну, давайте-ка подумаем, а почему вы, вот-то там, русские из Москвы на нами правите, ну, давайте, ну, сделаем так, чтобы не было центров, чтобы у нас своя власть должна, у нас должен быть свой президент, и тогда должна быть восстановлена историческая справедливость. Значит, ответ может быть многоплановый, но прежде всего я такую вещь скажу, вот, скажем, вы все время говорите про татар, да, действительно, была Арда, была Арденская Ига, и так далее, и так далее. И, значит, не только татары, и народы Кавказа, и, значит, да, на этот аспект, я отвечу. Много других народов. Понятно, да. Значит, вообще, действительно, у нас очень много разных народов. Да, у них свои генеры, культура, конечно. Но я к этому добавлю, что вообще мы различаемся, на самом деле, не только тем, что вы там, не знаю, у вас мама там русская, а у меня мама еврейская. Просто, слава богу, у меня русского нет, нет ни страннее вообще. Это уже расизм, потому что нельзя нацию презирать, нельзя презирать конкретного преступника, от того, что вы украинец, или русский, или китаец, вы не лучше, ни хуже других. Я хочу сказать другое. Нам уже трудно будет найти общий язык. Мы можем различаться, условно говоря, по крови, как-то на самом деле у меня вторая группа резус положительный. Вот, как у меня, кстати, у меня пульсово. То есть, оказывается, мы одинаково. Да. Мы можем различаться по месту жительства, мы можем различаться по языку, по уровню доходов, по возрасту, по образованию. Вот я там, не знаю, станем разного пола, и так далее, и так далее, и так далее. Главный фактор, дифференцирующий подход к миру, позицию человека, вовсе не нация, не возраст, не пол, не доклад. Главный фактор дифференциации, это уровень образования. Поэтому нам что тогда делать? Разные республики для людей с высшим образованием или для людей с начальника? Это я не говорю, это одно. То есть, почему вы взяли, абсолютизируете роль нации, когда у нас, мы по всем параметрам расходимся, только по нации, по всему другому. Это во-первых. Во-вторых, если говорить конкретно, все-таки про татар, я расскажу. Действительно, была татаро-монгольская ига, как его называют, 40 лет и так далее. Особенность русской истории, не советской, а русской. Вот советские победили в войне, нет ни одного нормального немецкого кладбища, немцы, ни люди там. Вот Бородинское сражение, Бородино, там рядом могилы французов, вот когда они воевали, они были врагами, но они погибли. Рядом могилы русские и французы, потому что русские относились к другим людям, вот в кресте, в Боге мы все едины. Я хочу сказать про татар. Значит, с татарами, с адынцами было долгое противостояние, но особенность русской культуры в том, что когда взяли Казань, когда взяли Астрахань, когда взяли центры татарские, то русские создали место для татарской цивилизации, для арденской цивилизации, они не уничтожили ее, они смогли договориться. После того, что было, они смогли найти общий язык. Примерно так же поступают теперь многие цивилизованные народы. Например, в Америке была война севера и юга, очень тяжелая, очень кровавая, но когда север победил, он не расстрелял всех южан, он сказал, ребята, вот вы здесь, а мы здесь, и мы договорились. Поэтому даже те конфликты, как кровавые конфликты, они в России вмешались. И поэтому оказывается, что вместе лучше, вместе мы сильнее, вместе мы богаче, вместе империя, это великое слово, потому что такой музей, как Эрмитаж, если бы была маленькая Москва, никогда бы в жизни никакого Эрмитажа не было. Понимаете? Ну, если бы был маленький Петербург, то был бы. В Петербурге маленьком был бы. А в Петербурге был бы? Да. А в Москве, безусловно, нет. То есть Эрмитаж, он и есть, в Петербурге, он мог ставиться... Это не московское явление. Это чисто петербургское. Имперское явление? Нет. Потому что импер... Это европейское явление. Хорошо, Игорь Павлович, на ваш взгляд, что будет с Россией после Путина? Просто Ваш правитель... Я не знаю, что будет с Россией после Путина, Возможно, самые разные сценарии. Я за то, чтобы Россия восстановилась, за то, чтобы Россия смогла по максимуму сохранить свою целостность, за то, чтобы Россия стала Россией, а не продолжала быть нео-совком, и за то, чтобы Россия вошла в Европу и нашла свое место в Европе, которое есть. Это еще одна тема, но я могу сказать коротко. Дело в том, что когда мы говорим Восток, мы понимаем, что есть Дальний Восток, а есть Ближний, а есть Центральная Азия. Восток не един. Запад, он тоже не един. Это неграмотный подход, потому что в Европе есть две субцивилизации, две субкультуры. Часть Европы – это наследники Западного Рима, а часть Европы – это наследники Византии, наследники Восточного Рима. И Россия вместе с Украиной, с Болгарией, с Грецией, с Румынией – это продолжатели Восточной Римской империи. И поэтому у России тоже место в Европе. Просто семьи советских лет вообще выдернули, как бы ребенка вырвали из семьи, куда-то выкинули, вообще не понятно, где его дом, где родить. Ничего, он сумасшедший. Когда мы встанем на ноги, вернем себя, то мы это поймем, что есть Запад Европы, а есть Восток Европы. Разница в том, что на Западе Европы – латиница, на Востоке – кириллица. На Западе главный приоритет – это право, а на Востоке – мораль. Вот сегодня Иларионов Андрей, с которым я спорил, он говорил, что империя вообще отбросить, нужно вернуться в Европу. Главная мораль – это и есть главная ценность Востока Европы, а не Запада Европы. Потому что на Западе Европы говорят, если такой умный, что не богатый. А в России говорят, уговор дороже денег, потому что дело не в деньгах, а в совести. Потому что в России, говорят, держится на честном слове. Если вы не переведете это на немецкий язык, как это держится, что за ерунда? Держится на гвоздях. Ну хорошо, а почему же тогда Российская Федерация нарушает Будапештский меморал? Да потому что Российская Федерация не является наследницей исторической России, она наследница Совка. Но даже Советский Союз, извините, не вел такие агрессивные войны, как ведет сейчас Российская Федерация. Почему не вел? А что, на Финляндию не напали в 1939 году? Как не вел? Все то же самое. Суть и совка, и постсовка в том, что власть здесь находится в руках чиновников, номенклатуры. И если в нормальной стране власть выполняет волю народа, то у нас народ должен выполнять волю власти. Если в нормальной стране бизнес, власть обслуживает бизнес, то у нас бизнес обслуживает власть. Это было и в СССР, и в постсср. А в исторической России все было нормально. В исторической России вот здесь как раз было ненормально. И причины, и корни совка, они как раз коренятся в исторической России. В ее православной почве, о чем говорил еще Бердяев. Большевизм имеет исключительно византийско-православные корни. Вот той восточно-римской цивилизации. Он именно коренится в этом. Плюс еще ордынство. И московское ханство, не случайно сказал ханство, даже посмотрите на головной убор кровавого маньяка и садиста Ивана Грозного, по сравнению с которым Чикатило, это маленький ребенок, безвинный, развлекающийся, вот эту шапочку на башке носит, ордынскую. И вот этот кровавый садист основал государство, и что государство им основанное, оно может считаться нашей матерью, нашим отцом, вот эта модель государственности. Это как раз то, что насиловало наших матерей и отцов, то, что делало из них нелюдей, то, что их убивало. Это самое отвратительное, вот это государство, которое нам досталось в наследство, что могло быть, что душило и давило нашу землю, вот это то, что называется внутренней оккупацией. Опричники всегда для нас были хуже ордынцев, хуже любого иноземного нашествия. Именно вот эта внутренняя оккупация, именно государство было врагом нашего отцовства, нашего материнства, нашего детства, нашего всего, что нам цвято, нашей земли, на которой мы живем. Именно это государство в 500-летней давности. Потом, по поводу гордости нашей истории. Гордиться историей не нужно, ее нужно изучать. Историей болезни разве можно гордиться? Так вот, 500-летняя история России, это история сифилиса. Можно гордиться вот этой болезнью? Ну да, гусарство, да, хорошо. Хорошо, Игорь, это изучается. Вот Россия, это политический сифилис. 500 лет ее существования. Ну это, конечно, чудовищно. Естественно, подождите, я еще не закончил. Имперский период, петербургский. Да, Россия сделала порыв в сторону Европы, но только аристократический класс смог немножко как-то продвинуться. Времена Петра, Екатерины, времена Александра Первого, и особенно реформ Александра Второго, это был уникальный прорыв России в сторону Европы, в сторону права, в сторону отхода вот от этой византийской морали, от этих понятий, от этой справедливости гнилой, в сторону правовой системы, в сторону именно восприятия европейских ценностей. Но всегда нас ожидал какой-то срыв. Реформы сменялись контрреформами. Александр Третий, там у России нет союзника, нет друзей, есть армия и флот, союзники. Николай Второй дошел до следующего. Если помните, была в начале века, 20-го, перепись населения. Каждый писал, какая профессия. В 1897 году. В 1897, да, да, я точно дату не помню, он где-то на рубеже веков. Николай был в оцарении. И он, если Екатерина на вопрос, кто вы, она сказала, первая дворянка, как в Польше и Литве, король был первым среди равных, а Николай Второй сказал, кто вы, хозяин земли русской. Ну, раз ты хозяин земли русской, получай ты свою заслуженную пулю в Ипатьевском подвале, ты ее заработал стократно и получил свою, не жалею. Аплодирую этому выстрелу. Прошу, Григорий Борисович, не заканчивай. Но это просто совершенно не соответствует всем тем представлениям, которые формировались у меня 25 лет. Я занимаюсь профессиональным лечением России. Ну, две-три фразы. Значит, вот Екатерина Вторая называла себя хозяйкой, Петр Николай Второй называл себя хозяйкой. Значит, Екатерина приняла такую формулу, которая в России считалась нормой. Екатерина написала, если народ недоволен, виноват всегда государь. И только в Советском Союзе и сегодня, если народ недоволен, виноват в Вашингтонской обком. Поэтому в России все было в этом смысле нормально. Россия была лучше. Второе. Вы говорите, Россия больна там, даже не хочу повторять. Никакой болезни можно говорить, если с 1325 года, когда пришел калитар в Москве и стал князем, стал собирать земли. А с 1880 года Россия непрерывно расширялась. То есть были наши. А это хорошо? Сейчас, секунду. И Карл XII, и Наполеон, и Вильгельм, и кто себя только не приперся. Вы помните, что говорили братом, что рот издаривали, кровопили? Сейчас я скажу. Подождите. Значит, вот если страна, даже если войне больше ничего не знать, если ей удается непрерывно расширяться, присоединять новые земли, когда все соседние страны стремились к расширению. Это колоссальный успех. Это колоссальное здоровье. Великолепная, сказочная идея, которая была в основе этой государственности. И последнее, что я хочу сказать, когда вы говорите об Иване Грозном, вот здесь, как ни странно, я с вами на 99% согласен. Только вы не учитывайте, что Иван Грозный – это выродок русской истории. Что все русские историки ненавидели единственного русского царя – Ивана Грозного. Иван Грозный почему? Потому что это первый царь-абсолютист, который создал абсолютную власть, который создал опричнену всего 7 лет было. 7 лет было. Но продолжается по сей день. Она не продолжается, это советчина. Это опричнена, это та опричная модель, она продолжается. Здесь действительно есть аналогия. Но дело в том, что Ивана, вот в Великом Новгороде, недалеко, вы же из Питера, там памятник тысячелетию Руси. Там нет Ивана Грозного. 150 фигур, нет Ивана Грозного. Есть его жена, но Ивана нет. Так вот, абсолютизм, который создал Иван Грозный, то есть он всю власть заменил, религиозную, гражданскую, торговую, своей собственной. В результате он выжиг всю Россию, и когда он умер, пришел его сын, Иван Федорович, который правил до всего 12 лет, и после смерти Федора Ивановича наступила смута. Потому что если вы уничтожили все правила, все зависит от одного человека, эта страна недееспособна. И сегодня, когда Сталин, и сегодня, и 70 лет назад, когда Сталин, все связи, все контакты, все было выжжено, кроме Сталинщины. И что они сегодня делают, когда Володин говорит, Путин это Россия, нет Путина, нет России. Это чрезвычайно опасно, но в русской истории это был один единственный раз и преодолено. Ни один единственный раз. Сейчас, подождите, это норма, это закономерность. Я выйду на улицу, увижу, извините, одного там пьяницу, или одного шизофреника. Будут говорить, в Литве все шизофреники. Что за бред? Здесь совсем это не... Здесь так можно рассуждать. Абсолютно не так. Почему так можно рассуждать, и нужно так рассуждать? Потому что Иван Грозный это не явление, связанное с одной патологической личностью. На почве Московии, на почве парадигмы московской государственности, заложенной коллаборационистом Иваном Грозным, избравший Орду вместо Европы, на почве того, что заложил Калита, рот издревле кровопийный, идущий от Калиты, Калита это предтеча Ивана Грозного. Калита это Рюрикович. Рюрикович, Иван Грозный такой же Рюрикович. В семье не без урода, подождите, в семье не без урода. В семье не без урода. Бандит Рюрик тоже был нормальным человеком. Данию обложил, там вот эти северные земли. Волгобалтийский канал из Варяг-Греки там сказал, кому вы платите, будете мне платить. Ну это все нормально. Это обычная крыша, обычная бандитская крыша. Так, все установлено. Давайте так, не будем этого углубляться. Ну короче говоря, с Рюриковичем были разные люди. Были тверские князья, вполне вменяемые, были нормальные, были разные. Евгений, ваш сценарий... Сценарий, подождите, последнее скажу, что Иван Грозный это закономерный результат развития московской парадигмы государственности. Это никакое, ни изгой, ни извращение. Иван Грозный это закономерность, точно так же, как закономерность Сталин, вот этой модели, точно так же, как закономерность Путин. Это одна линия. Значит, что нас теперь ждет? После Путина. Два пути. Что путинский режим, он безусловно, будем сметен, но нам нужно не режим менять, не власть менять, нам нужно менять вот эту парадигму, московскую парадигму государственности. Нам нужно искоренить ордынско-опричную модель. Мы должны выжечь все эти корни российской государственности, то, что называет русская система. Иначе путинизм, или там какой-то, я не знаю, еще, сталинизм, путинизм, там не знаю кто, и прочий изм, он будет возрождаться от раза к разу. Мы должны положить этому конец, чтобы стать европейцами, чтобы стать свободным, демократическим, правовым обществом, чтобы иметь нормальную государственность, служащую интересам гражданина, а не наоборот. Мы должны вот это все искоренить и провести анализ над своей историей. И все-таки понять, и относиться к истории не как к предмету гордости, а как, наконец, к истории болезни. Откройте свою медицинскую карточку «История болезни». Российская история – это медицинская карточка. Это исторический сифилис. Снова повторяю. С нами был Юрий Шулипа, Игорь Шубайс, Евгений Бестужев, специально для оригинал-тв. И после этого они возникали, но уже как марксистско-ленинской философии. Поэтому у нас нет гуманитарной науки. Нет, я вот чисто все свои анализы исторические основываю на праве. Исходя из... Это одна из возможных основ. Потому что я не знаю, что может быть превыше права. Потому что право – это для меня... Например, здоровый смысл. Для права это пришли. Понимаете, а здоровый смысл... Было не право, хотя право работало. Русская правда была уже в Киевской Руси. То есть были законы, были нормы. И именно этого боялся Ленин 30 ноября 1917 года. Запретил весь корпус законов Российской империи. Право было, но важнее была мораль. Право – это довольно абстрактная такая вещь. Понимаете, может беспристрастно быть и наказывать. А мораль гораздо глубже. Она, как говорил Кант, две вещи в этом мире удивляют меня. Звездное небо у нас над головой. Ненравственные законы у меня в душе. Вот у каждого человека есть... Учился, не учился, он понимает, что вот моральный поступок или аморальный. И все. А право там будешь два года доказывать, виноват, не знаю, с чем кончится. Право первично, оно нужно... А мораль... Кстати, здесь нет противопоставления на самом деле. Да, что-что, чтобы мы всех... Скажем так, и создали правила дорожного движения. Никого друг друга не... Подождите, мораль... Я говорю, как важна мораль в России и не только в России. Не только в России. Был приоритет мораль. Мораль это... Заменим слово мораль. Естественное право. Есть естественно-правовой подход, есть позитивистский. Если мы говорим, что Запад это позитивизм, а Россия это естественно-правовой подход. В смысле мораль. Это будет совершенно неправильно. Так вот, в России понятие мораль, это не означало естественное право. Это означало понятия. Распальцовка. Вот по-пацански, чтобы все решалось. Как князья, там, как бояре, чтобы все по-пацански. Вот это мораль. В России всегда это были понятия пацанвы. Вот. Никакой правды тут не было. Если мы говорим о морали, то это прежде всего естественно-правовой подход. Это дух права, это философия права, а не писанные законы. Я согласен, они всегда должны... Естественно-правовой закон, естественно-право доминировать над позитивизмом. Вот здесь я целиком и полностью согласен. И на Западе это так и происходит сейчас. Позитивизм, он подчиняется естественно-правовым установкам. И именно это нам сейчас нужно перенимать. И потом... Ведь модель государственности, которую мы берем, сейчас пытаемся сделать вот в России, это чтобы государство служило интересам человека, в конце концов. А не наоборот. Что-то я такого не слышу. Мы хотим, мы хотим это сделать нормально. Чтобы государство, оно служило, выполняло служебную роль. Я говорю, что по словам Екатерины, это в России всегда знали. В России это... Ну, Екатерина сказала... Кстати, это не всегда то, что сказала Екатерина, это было при Екатерине. И это было ее пожелание. Просвещенной монархии, непросвещенной такой западной дамы вполне... Не всегда у нас, к сожалению, была эпоха Екатерины. Не всегда Александра Первого... Экатерины были самыми образованными людьми в стране. Да, особенно Николай II, любивший стрелять из нога на по кошкам и воронам. Значит, это просто мистификация. Он никогда не стрелял по кошкам и по собакам. Это фальсифицированный дневник. Он стрелял несколько раз по воронам. Никогда не стрелял ни по собакам, ни по кошкам. Не знаю. Но если он хозяин земли русской, то... Как же он отвечал за нее? Хозяин земли русской... Он не бежал из Екатерины, из Ипатьева дома. Ипатьевский подвал, раз хозяин земли русской. Раз хозяин земли русской, ипатьевский подвал. Другого пути нет. Ну, то есть для вас большевицкий путь, он тут закончен.